В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. Все для милых дам во Дворце культуры отметили 8 марта. Настроение должно быть, конечно, солнечное, радостное, веселое, потому что это начало весны, начало обновления природы. Подарки своими руками. В Центральной библиотеке прошел мастер-класс по уникальной технике декорирования декупаж. Подарю бабушке, она туда, может, там будет положено. Дань традициям на Масленицу в муниципалитете пекли блины. Блины с мясом обалденные, с творогом необыкновенные. Во Дворце культуры города Видное отметили праздник весны. Традиционная выставка продажа изделий, ручной работы, флористы, визажисты и концертная программа. О том, как милые дамы отпраздновали 8 марта, расскажет Юлия Погосьян. Камни, блестки, платки, цветы и многое другое, что так любят женщины и чего им постоянно не хватает, можно было приобрести на ярмарке продажи во время проведения праздничного мероприятия, посвященного 8 марта. Настроение должно быть, конечно, солнечное, радостное, веселое, потому что это начало весны, начало обновления природы. Традиционно, как и на любом праздничном мероприятии, посвященному 8 марта, здесь, в Дворце культуры, работали представители одного из салонов красоты, которые по праву выражают эту мысль, очень популярную, красота спасет мир. Если мир будет красив, то доброта, любовь, оно будет вокруг нас. А что нам еще нужно? А нужно женщинам еще и признание. Ведь слабый пол давно перестал быть таковым и наравне с мужчинами делает успехи в карьере. В этом можно было убедиться во время награждения самых трудолюбивых дам. Необычный подарок милым дамам преподнес глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Вместе с мужской половиной своих заместителей вышел на сцену, чтобы сказать женщинам самые добрые пожелания. У нас работает большое количество женщин, например, в таких отраслях, как образование, как здравоохранение, как культура. Они вообще практически целиком и полностью держатся на ваших хрупких плечах. И я хочу, чтобы вы знали, что мы вас бесконечно, бесконечно любим. Милые, добрые, нежные, красивые, мы вас любим. С праздником, дорогие! Здоровья вам, хорошего настроения, но и всем нам мирного неба. Продолжился праздничный концерт выступлениями детских творческих коллективов. Всем дамам на выходе молодые люди вручали букеты самых весенних цветов. Юлия Погосьян, Кирилл Иванов, Ругосадовская. Видно этого. По сложившейся уже традиции, в канун 8 марта сотрудники госавтоинспекции поздравляют женщин-автолюбителей с весенним праздником любви и красоты. И в этом году инспекторы ГИБДД не стали отступать от своих правил и, вооружившись жезлами и букетами тюльпанов, вышли в праздничный рейд. Спасибо огромное! Десятки представительниц прекрасного пола, проезжавших в этот день мимо пожарной части, были остановлены полицейскими. Каждая услышала в свой адрес слова поздравлений, получила в подарок цветы, а также памятки для водителей. Все же одна из главных задач сотрудников ГИБДД – профилактика аварий на дорогах. Декупаж – уникальная техника декорирования, позволяющая быстро и экономично превратить ненужные вещи в настоящие произведения искусства. Познакомиться с ней и сделать оригинальные предметы интерьера своими руками смогли читатели центральной библиотеки. Подарить уже ненужным вещам вторую жизнь, превратив коробочки из подплавленного сыра или чипсов в авторские предметы интерьера, можно даже не имея особых художественных способностей. Для работы понадобятся красивые салфетки, клей ПВА, акриловые грунты, краски. Различные вещи, которые выбрасывает, мы их собираем, грунтуем акриловой краской и в стиле декупаж украшаем. Потом их состариваем. Главный принцип работы в технике декупаж – аккуратность. Для декора используют лишь один слой салфеток, на котором и нанесен рисунок. Поэтому приклеивать нужно осторожно, чтобы не надорвать тонкую бумагу. Можно украсить все, что хотите. Если хотите, чтобы вещь прослужила долго, ее можно было мыть, значит, нужно не только грунтовать акриловой краской, но нужно еще сверху акриловым лаком покрывать. Постоянная участница библиотечных мастер-классов Аня Топал уже была знакома с техникой. Но вот с пластиком в качестве основы работала впервые. До этого я делала на дереве, на стекле делала и вот сейчас освоила на пластике. Легче на пластике. Просто, ну не знаю, как-то пластик легче дается. Но большинство участников мастер-класса в этой технике работали в первый раз. Такие поделки никогда еще не делала. Подарю бабушке, она туда что-нибудь положит. Например, конфетки, печеньки или что-нибудь себе на обед на работу. Очень красивый ребенок, очень доволен. И получается даже у тех, кто этого ни разу не пробовал. Такие мастер-классы и поди-купажа библиотека планируют проводить на регулярной основе. Следите за афишей и не забудьте записаться на занятия заранее. Екатерина Борисова, Кирилл Ванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Воспитанники вокальной студии «Планета Китс» заняли призовые места на фестивале «Страна талантов-2022». Творческому кружку на базе Лопатинской школы уже около двух лет. С юными артистами встретилась наша съемочная группа. Все чаще вокальные студии появляются на базе общеобразовательных школ. Как показывает практика, музыкальное направление очень популярно у детей. В вокальной студии «Планета Китс» дети не только учатся петь, но также постигают основы актерского мастерства и сценической хореографии. Занятия проходят на базе Лопатинской школы в рамках дополнительного образования на бесплатной основе. Уроки проводит Александр Долгополов. Педагог и руководитель студии окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Александр рассказывает, что на уроках большое внимание уделяет специальным упражнениям, которые помогают развивать слух и голос. В репертуаре коллектива в основном детские песни. Также юные вокалисты исполняют популярные композиции знаменитых артистов. Мы перепеваем песни уже известных коллективов. Это такие, как «Пижама Пати», «Барби». В феврале воспитанники вокальной студии «Планета Китс» приняли участие в детском творческом фестивале «Страна талантов». Восьмилетняя Анастасия Ямаева стала лауреатом второй степени. Это ее первая большая награда. Мама хотела быть певицей, не передалось это. У мамы не получилось, а у меня все получилось. Она пришла в первый класс, услышала о том, что здесь детки занимаются вокалом. И мама, мама, я хочу очень сильно петь. Поет она постоянно, в принципе. Плюс еще танцует, конечно, в «Звездном мальсе». Мы занимаемся. То есть у нас пение пересекается с танцами, и это постоянно не прекращая. Хорошо, на учебу немножко времени тоже есть иногда. Стоит отметить, что участники «Планеты Китс» постоянно выступают на сцене, ведь только так дети могут по-настоящему раскрыть свой талант. У нас было бы гораздо больше выступлений, если бы не все понятные нам ограничения. И мы очень скептически всегда относимся к различным онлайн-конкурсам, когда нужно записать видео, отправить там куда-то, кто-то их отсматривает и присылать диплом. Это, к сожалению, не цель наших занятий. Для нас важно это выступление, чтобы дети чувствовали себя артистами. Мне не страшно. А чего бояться? Вокруг зрители, это же прикольно. Меня вообще вдохновило петь. Это вот разные певцы, они просто так красиво поют, и мне тоже захотелось петь на сцене. За два года существования коллектив принял участие во многих праздничных мероприятиях Ленинского городского округа. Но в планах юных исполнителей – расширение горизонтов творчества и выход на новые площадки для выступлений. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. На площади у кинотеатра «Искра» попрощались зимой. Отдавая дань древним традициям, наши жители полахомились вкусными блинами и приняли участие в различных конкурсах. «Приходите, заходите на горячие блины. Нынче масляная неделя. Будьте счастливы и вы». Какая же масленица без блинов? Их аромат разносился по всей площади. Кстати, раньше масленичная неделя называлась «блинница» или «объедуха», а сам блин символизирует солнце. Подчивали гостей прямо с пылу с жару. На огромной чугунной сковородке диаметром один метр и угощения получались большими. «Мне понравился больше всего обычный, без всего. Прям такой тонкий, хороший, национальный». «Как у мамы?» «Да». Главное лакомство можно было не только попробовать, но и приготовить своими руками. Вот и глава муниципалитета Алексей Спаски надел фартук и стал к плите, чтобы, кстати, впервые в своей жизни испечь блины. По словам Алексея Петровича, это оказалось совсем непросто. Тяжелее, чем управлять округом. «Масленицы» – это приход весны, это солнце, это какое-то стремление к обновлению, к тому, что совсем скоро появится и трава зеленая. Ну и плюс ко всему сегодня, так называемое, прощенное воскресенье, поэтому давайте все друг у друга попросим прощения за те вольные и невольные обиды, которые мы совершили в прошедшем году». Масленичные хороводы, старинные русские забавы, спортивные соревнования в поднятии гири и распиливании бревна. И дети, и взрослые принимали участие в различных конкурсах. Алексей Анциферов сегодня здесь со своим сыном и оба залезли на традиционный масленичный столб. «Я не первый год в лазе, на самом деле я больше детям показываю, что можно это сделать. И если честно, мой герой – это все-таки мой сын, он сегодня впервые меня залез раньше. И я им горжусь». «А ты не боишься залазить все-таки так высоко?» «Нет, это не страшно. Главное – уметь хорошо лазить и дотронуться до свитка. Мне кажется, это не так и сложно». А в фойе кинотеатра «Искра» впервые прошел кулинарный фестиваль «Ладушки о ладушке». Свыше 20 участников представили гастрономические шедевры из блинов. Не только потрясающе красивые, но и вкусные. «Блины с мясом обалденные, с творогом необыкновенные, а ладушки, как мы сами, красивые, пышные». Кульминацией масленицы по традиции стало сжигание чучела, олицетворяющего зиму. Весна идет, весне – дорогу. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Отметили масленицу и в детской школе искусств поселка Развилка. Где ярмарка, там и праздник. Спектакль под таким названием подготовили для гостей учащиеся театрального отделения «Дыши». Зрители смогли окунуться в ярмарочную атмосферу, познакомиться с дрессированным медведем и веселыми куклами и узнать, как цыган пытался коня продать. «А давай-ка, брат Егор, на этом коне на ярмарке и доедем! Лови его! Лови его!» Зрители по достоинству оценили и яркий танец красавицы-цыганки, и традиционный масленичный хоровод самых юных участников театрального действия. Обращение к теме русской ярмарки – это способ донести детям культурную основу праздника, его особенности. У нас вошло уже в традицию, каждый год мы проводим такое мероприятие на сцене с театрализованным представлением, делаем сцены из русской ярмарки, в том году мы делали петрушку, то есть каждый год что-то новое мы привносим. После концерта в фойе дышей и зрители, и артистов ждали душистый чай и горячие блины. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!